В запасниках музея Volvo Museum в Гиттебурге, Швеция, обнаружили забытый концепт-кар Volvo Light Component Project, ЛРКП, 2000 постройки 1983 года. Уникальный экземпляр собираются отмыть, отполировать и установить в выставочном зале на всеобщее обозрение, об этом сообщается в официальном фейсбук-аккаунте музея. Проект ЛРКП-2000 начался в середине 1979 года. Его инициатором стал экс-инженер Сапрольф Мельди. При разработке этой машины была поставлена цель сделать легкий и компактный автомобиль, средний расход топлива у которого не превышал бы 4L, 100 км, немыслимый показатель для того времени. Выпустить такую модель предполагалось к 2000 году, что и отражено в названии. Первоначально инженеры и вовсе хотели сделать ЛРКП-2000 чистым электромобилем, но ввиду несовершенства технологий того времени от этой идеи быстро отказались. Тогда для проекта разработали два трехцилиндровых турбодизеля, один объемом 1,3 литра и мощностью 50 литров, с блоком из легкого магниевого сплава, второй – чугунный 1,4 литровой мощностью 90 литров, с без отдельной системой охлаждения, тепло от головки блока цилиндров отводило моторное масло. Второй ДВС был способен переварить почти любое топливо, в том числе рапсовое масло, в этом случае выхлоп по запаху напоминал рыпу с жареным картофелем. Для изготовления кузова широко применялись магний, подрамник, алюминий, шасси и композиты, навесные панели. Каркасы дверей сделаны из углепластика, который в то время был совершенно новым и неиспытанным материалом. Коэффициент аэродинамического сопротивления ЛРКП-2000 составлял всего 0,25. Салон машины вмещал двух человек, снаряженная масса составляла 700 кг. Применялась пятиступенчатая механика, заявлялась возможность установки и вариатора, ведущая ось – передняя. Разгон с 0 до 97 км в час, 60 миль в час, занимал 11 секунд, заявленная максималка – 177 км в час. Всего были построены четыре экземпляра. В серию ЛРКП-2000 так и не пошел, хотя отголоски его дизайна можно обнаружить в компактной трехдверке Volvo 480, которая выпускалась с 1986 по 1995 год.